Не только односельчане, но и коллеги по бизнесу. Жители одного из сельских поселений Канажского района создали собственный бренд. О том, как это работает и что еще произошло за прошлый год в Канажском районе и Канаше в нашем сюжете. Если в деревне нет возможности зарабатывать, люди уезжают в города. Таков механизм вымирания российских сел. В Сугайкосинском сельском поселении решили, что так не пойдет. Жители объединились и создали собственный бренд. Наши жители продвигают свой собственный бренд. Сугайпродукт называется. Каждый житель, каждый двор может производить определенный вид товара. И мы под единым брендом это реализуем, это продаем. То есть людям проще и молоко реализовать, и сыр, и любые виды продукции. Нынешние школьники тоже учатся нестандартно думать в этом направлении. В прошлом году в Широкосинской школе открыли инженерный агрокласс. Это направление мы выбрали из-за того, что нам нравится физика, математика. Нам это в будущем пригодится. Я хочу поступить в ЧГСХ. Это Чувашская сельскохозяйственная академия. После сельхозакадемии Ольга, как и ее одноклассники, собираются вернуться домой. По официальным данным, зарплата в районе растет. За прошлый год в среднем на 9%. Если в рублях, то примерно на полторы тысячи. Вы остаетесь в сельском местном режиме работать в своем родном канавском районе? Или уже там глаза смотрят на Москву? Молодым аграрием будет чем заняться. В агропромышленном комплексе район пока не в лидерах. Восьмое место мы по доле занимаем производство в Чувашской республике. Если в Чувашской республике произведено на 45 миллиардов, канавский район, как я говорил, чуть больше 2 миллиардов рублей. Если продолжать в цифрах про районный центр Канаж, то здесь в основном рост. В 2017-м лучше шла торговля и на 7,5% больше построили жилье. Предприятия стали больше производить товаров, а в 2017-м город впервые попал в программу «Земский доктор». Однако основной вопрос в моногороде по-прежнему возобновление работы промтрактора вагона. Это производство передано в ведение государственной корпорации «Ростех». Сегодня трудно, но перспективы хорошие. Сегодня город Канаж, как моногород, получает более чем 1 миллиард бюджетных денег для реконструкции очистных сооружений, для капитального ремонта дорог, для подведения коммуникаций для наших резидентов, инвесторов, которые развивать будут свое производство на индустриальном парке. Развитие индустриального парка сейчас одна из основных задач. Это новые рабочие места, и если все сложится, возможно, Канаж избавится от приставки «Мона». Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Игорь Зверев, Республика.